Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами поговорим об отношении христиан к удовольствиям. Очень часто можно услышать сегодня призывы «бери от жизни все, наслаждайся». Но каково должно быть отношение тех, кто принял веру, принял то для себя главное, что не все позволяет ему брать от жизни. Ту удивительную характерную черту каждого верующего человека, которая направляет его на пути истины, ограждая его от излишних наслаждений, тем самым давая возможность ему приблизиться к главному, ко спасению души, не лишаясь всего того, что Бог приготовил любящим его. Итак, сегодня хотелось бы напомнить о том, что Святая Православная Церковь в этот день празднует память святого великомученика Дмитрия Солунского. Его иначе еще называют «мироточивым». Кто это был за человек? Какова была его жизнь? Какова была его вера? Наверное, вот отвечая на эти вопросы, мы и получим ответы, которые нас сегодня интересуют. Дмитрий Солунский был градоначальником по современным понятиям мэра города Солуни. И он не только отличался заботой о людях, о тех гражданах, которые жили в черте его града, но и заботился о вечных ценностях. Он старался насаждать христианские школы. Будучи христианином, он старался сделать все от себя зависящее, чтобы как можно больше людей, детей и подростков узнали о светлой вере, которая помогала людям устраниться от зла и творить больше добрых дел. Потому что Дмитрий Солунский прекрасно понимал, если люди будут верить в Бога, значит, они будут руководствоваться теми заповедями, которые дал Бог, а ведь это общечеловеческие заповеди. Не убивай, чти отца и мать твою, не завидуй, не прелюбодействуй, а самое главное, возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душою твоею и всей крепостью твоею, и ближнего своего, как самого себя. На этих нравственных основах, на этих ценностях и выстраивал свою политику правления и управления гражданами города, который был вверен его попечительству, Дмитрий Солунский. Но вот император Максимиан, который был глубоко не только неверующим, но и отрицающим веру во Христа, он был язычником, и всякое упоминание о воскресшем из мертвых Христе жизнодавце воспринимал как личное оскорбление. Вот когда он узнал о том, что глава города, то есть тот, который управлял градом Солуни, является христианином, он приказал посадить его в темницу. И даже, быв посажен в темницу, святой Дмитрий Солунский не переставал молиться Богу и просить благословения гражданам своего града. Он по-настоящему, как христианин, не только любил всех тех, с кем он работал, трудился, с кем приходилось ему общаться, но и тех, кто желал ему зла. Это удивительная способность христианской души – желать человеку добра даже тогда, когда он тебе этого добра не желает. Но приехавший император решил поразвлечься. Он очень любил зрелище. Вообще, языческий мир, он утвержден на этом понятии хлеба и зрелища. Есть, развлекаться и брать от жизни все, ни в чем себе не отказывать. Христианство занимает противоположное мировоззрение. Оно разрушает вышеназванное языческое удовольствие, напоминая, помни, человек, за все, что ты возьмешь от жизни, тебе придется давать ответ перед Богом. Вот поэтому, когда император, который устроил очередное зрелище, а он очень любил, когда один силач, по имени Лий, так звали его любимого силача, он не только борол или боролся с людьми, но и в конце этих состязаний поднимал его, будучи очень сильным человеком, и бросал скручи, внизу которой устанавливались копья. То есть, таким образом, аплодировал этот языческий император таким зрелищем, когда после схватки этот Геракл, такой сильный человек, бросал на его глазах свою жертву на копья, и человек погибал. Очень много людей погибло при этом зрелище. Но среди жителей города был некий сильный юноша по имени Нестор. Он не только был крепким телом, но и сильным духом. Он был верующим человеком. И он не мог смотреть на эти зрелища, которые доставляли радость и наслаждение языческому императору и окружению его двора. И он решил прийти к святому градоначальнику, святому Дмитрию в темницу, и спросить благословения, как у старшего христианина и мудрого наставника, на сражение с этим Лием. Дмитрий Солунский благословил его и предсказал ему не только победу над этим силачом, горделивым язычником, доставлявшим удовольствие языческому императору, но и на его личную мученическую кончину. И вот очередное зрелище. Довольный, слегка пьяный император, наслаждающаяся вокруг толпа, вот уже готова рукоплескать, новым победам своего силача. Выходит один за другим крепкие и сильные юноши, но никто не может победить и превозмочь силу Лия. И вдруг в толпе некий юноша по имени Нестор выходит для того, чтобы сразиться с этим силачом. Да, этому дерзновению удивили все присутствующие, но когда Нестор взял этого силача, имея такую силу веры, силы духа и силу тела, приподнял этого Лия и бросил на копья при созерцающем императоре, то все присутствующие буквально погрузились в гробовое молчание. Никто не ожидал, что простой юноша мог победить этого непобедимого силача. Сила веры помогла сделать этому юношу то, что не смогли сделать ни мускулу, ни сила тела. Император за оскорбления, нанесенные ему, и за гибель его любимого силача, приказал казнить Нестора и вместе с ним Дмитрия Солунского. Их обоих пронзили копьями. И вот так принял мученическую кончину святой великомученик Дмитрий, память которого сегодня все мы с вами торжественно отмечаем. И сегодня хотелось бы, вспоминая о том, что после смерти, когда христиане обрели тело своего градоначальника, христианина и духовного наставника, они погребли по-христиански, то даже от его останков, от его мощей проистекала благоухающая мира, елей. Почему и называют его мироточивым, Дмитрием, великомучеником Солунским. В эти дни в Греции, в городе Солуни особые торжества, потому что там находится его мощь. И сегодня паломники, которые бывают в Солуни, могут убедиться не только в величественном храме, находящемся раке мощей святого великомученика, но и в огромном количестве его почитателей ныне. Не только среди греков туда съезжаются огромное количество паломников со всего мира, тем самым свидетельствуют о значении для верующего сердца примера такого христианина. И вот сейчас в продолжении нами обозначенной темы о отношении христиан к удовольствиям, напомнить, что действительно каждый человек ищет счастье, ищет наслаждение, ищет радости, разве в этом есть что-то греховное? Нет. Но мы должны помнить, что счастья без Бога быть не может. Если человек позволяет себе все, или, как говорят, ни в чем себе не отказывать, ну разве можно так жить? Один человек начал жить и ни в чем себе не отказывать. Заболел спидом. А другой стал жить, брать все от жизни, что только хотел. Посадили в тюрьму. Так, может быть, не стоит все брать от жизни, что хочется. Неслучайно мудрые наставники и наши родители нас учили, сынок, помни, что за все придется давать ответ. Ответ перед Богом, перед людьми, перед собственной совестью. Вот поэтому, когда ты чего-то себе не позволяешь, ты наоборот что-то приобретаешь. Истинно счастливый человек, это не тот, говорили мудрые, кто может себе все позволить, а который во многом может себе отказать. Вот почему мирные, добрые, радости в кругу семьи, какие-то интеллектуальные, умственные упражнения, разговоры, общения друг с другом, они всегда благотворны. И человек, если трудится, а каждый, даже еще в раю, Адам и Ева были призваны возделывать рай, а после грехопадения в поте лица своего добывать хлеб свой. То есть после трудов мы можем предаться благочестивому удовольствию, то есть получению от жизни тех радостей, наслаждением окружающего мира, совместными прогулками с членами семьи, занятием какими-то оздоровительными формами проведения досуга. Все это является нравственным, чистым и благополучным для человека. И поэтому церковь ни в коем случае не препятствует этим благочестивым удовольствиям. Но вот если человек предается удовольствием без труда, без того, что он потрудившись, утомился, а он ставит своей целью жизни, получение от жизни все, и только спит, ест и ждет, где же он сегодня поразвлечется, где он повкуснее поест, потанцует, повеселится, а может быть сегодня насаждаемый образ жизни ночью веселится, брать от жизни все, а днем отсыпаться, чтобы в очередную ночь снова провести с удовольствием. Вот это является для христианина грехом. Мы должны трудиться и от жизни получать те удовольствия, которыми окружает нас Господь, наслаждением свежим, чистым воздухом, свежей водой, свежим общением, чистым общением друг с другом. Удовольствия они не должны вредить нашему телу. Все, что возвышает нашу душу, это от Бога. Все, что унижает ее, это от дьявола. Все, что несет нашему телу пользу, это от Бога. Все, что разрушает состояние нашего здоровья, это от дьявола. И поэтому, разве человек не может выпить вина? По-евангельски, если мы откроем Священное Писание, апостол Павел пишет своему ученику, отныне употребляй не только воду, но и пей немного вина, я подчеркну, немного, ради частых твоих недугов. А в другом месте утверждает, не упивайся вином, ибо в нем есть блуд. Значит, если человек позволит себе в какой-то праздник немного вина, не будет на этом греха. Но если человек упивается вином, и если он выпил рюмку, выпил две, закружилась в голове, и уже чужая жена показалась своей, вот это уже грех для человека. И эти удовольствия для него являются греховными. Если человек утомляет свое тело постоянными развлечениями, и не хватает у него сил для того, чтобы принести пользу другим, то есть это жизнь только для себя, это тоже является греховным удовольствием. Мы должны оставлять силы не только на себя, но и помочь другим, в первую очередь родителям, своим близким и ближним, которые живут рядом с нами и нуждаются в этой сегодня так необходимой помощи. Оттого мы живем хуже, что мы стали заботиться только о себе, о соседе, о близком человеке, к чему и призывает нас Евангелие, мы заботимся все реже. Это причина того, что происходит и будет происходить в нашем Отечестве. И пусть сегодня прославляемый святой великомученик Дмитрий Солунский Мироточивый своими молитвами укрепит нас в радости. Ведь об этом говорит Христос. Радуйтесь и веселитесь, яком многом сда ваша на небесах. Я желаю всем вам этой духовной человеческой радости, за которой и на небе последует благословение и вечная радость со Христом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова